Тарас будет полностью преображен. Появятся современные архитектурные строения, зоны отдыха. При этом будет сохранена историческая ценность областного центра. Каким будет облик города, какими новыми проектами порадуют горожан, подробнее в следующем материале. На территории города в настоящее время повсюду ведутся строительные работы, в частности и по реконструкции парка Жены с подбедительным контролем градоначальником, так как проект должен завершиться ровно через месяц. К 9 мая дороги, ведущие к парку, и сама зона отдыха должны быть готовы встретить местных жителей в новом облике. Сюда же будут перевезены памятник Пауржанам Мумышулой, расположенный в центре города, и памятник, посвященный ветеранам войны в Афганистане. Кроме того, здесь же будет размещен вечный огонь, который в настоящее время находится в районе кошкомбината и музей. И самое главное, на мраморном камне будут высечены имена 68 тысяч воинов, участвовавших в Великой Отечественной войне. На берегах реки Карасу также откроются различные места отдыха. В парке же появятся и специальные дорожки для велосипедистов. Стоит отметить, что вдоль реки Таласа и в трёх местах планируется строительство пляжей. Эти зоны будут излюбленными местами горожан, уверяют специалисты. Первая зона отдыха будет расположена на территории Тектурмаса, вторая – на территории 14-го микрорайона, третья будет в северной части города. По словам властей города, в соответствии с генеральным планом, на территории бывшего торгового рынка Шахристан планируется возвести дворец школьников. Кроме того, будут расширены и усовершенствованы зоны отдыха, такие как Зербулак, парк имени Турара Рыскулова, Майская роща и парк химиков. Мадьяр Серик, Шынғызхан Кенесхан, 77 Ньюз.